Музыка Студенты Омских колледжей и техникумов проверяют, готовы ли они к труду и обороне. Ребята собрались в сибирском нефтянике, чтобы протестировать себя. Здесь проходит зимний фестиваль ГТО. Выполнить нормативы желающих немало. Спорт сегодня у молодежи популярен. Ребята у нас все активные, все хотят поучаствовать, все хотят получить значки. Ну и документ соответствующий. Это же для большинства гордость иметь ГТО-значок. Всего четыре упражнения. Наклоны туловища, пресс, прыжок в длину с места, подтягивания у парней, отжимания у девушек. Испытания предельно просты. Особой подготовки здесь не требуется. Но все же, чтобы уложиться в нормативы, заниматься физической культурой, нужно ни день и ни два. Только те, кто дружны с его величеством спортом, могут рассчитывать на знак отличия ГТО. Все эти виды, они входят в обязательные либо виды по выбору в комплекс ГТО, вот в пятую, шестую ступень. Так что оставшиеся виды они могут сдать и по уровню выполнения претендовать либо на золотой, либо на серебряный, либо на бронзовый знак. Подобный фестиваль проходит в Омской области во второй раз. В прошлом году нормативы ГТО выполнили школьники. В этом году решили массово проверить студентов среднеспециальных учебных заведений. Я считаю, что комплекс упражнений подобран очень правильно, потому что он охватывает все скоростно-силовые характеристики, которые есть у человека. Но если вы выполните этот комплекс упражнений, то вы действительно докажете, что вы всесторонне, все физически развиты. Около полутора часов студенты отжимались, подтягивались и прыгали. Карточки с результатами отправят в региональный центр тестирования ГТО, после чего ребятам, уложившимся в нормы, выдадут золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.